Простое слово, которое большинство мужчин может говорить чаще – привет. Сколько раз вы проходили мимо человека и даже не знали о его существовании, и зачем это делать? Вы покажетесь более дружелюбным, запоминающимся, а также вы будете практиковаться взаимодействовать с людьми. Встретив девушку, у вас хватит смелости с ней познакомиться. И в сегодняшнем видео, друзья, 21 фраза, которую каждый мужчина должен говорить чаще. Это было легко, но как часто вы сообщаете людям, что вы переживаете за них? Вы их чирлидер, вы на их стороне, вы хотите наблюдать за их успехом. И это очень просто сделать, но мало людей это делают. Например, ваш друг потерял работу в прошлом месяце. Он отправил сотню резюме и получил не так много откликов. Он хочет вашей поддержки. Ведь так просто взять телефон и сказать ему «Эй, я знаю, что ты умеешь, ты сможешь найти работу, которая будет даже лучше предыдущей». Мы люди, и нам свойственно фокусироваться на негативе, даже если в среднем все хорошо. Отличный пример на штабель оценок. Помните, когда вы давали дневник родителям, и среди всех пятерок, на чем фокусировались ваши родители? На одной тройке, может, двойке. В любом случае, в целом все в порядке, но они фокусировались на отклоняющемся значении. Это человеческое свойство. Когда вы это осознаете, вам также нужно будет понять, что люди хотят слушать позитивные вещи во много раз чаще, чем негативные. Когда я разговариваю с человеком, я говорю ему пять позитивных вещей против одной негативной. Смысл в том, чтобы настроить человека на позитив. Другие скажут, ты не можешь игнорировать реальность. Иногда приходится иметь дело с трудностями. Если вы должны критиковать, сделайте, как написано в книге Грега Поповича. Если вы не знакомы с ним, это уникальный тренер в Сан-Антонио Спёрс. Он определенно способен получить от своих игроков больше, чем какой-либо другой тренер. Он добивается таких великолепных показателей от своих игроков с помощью того, что дает им предельно честную обратную связь. Вы должны поступать правильно. Пусть люди знают, что вы работаете с ними, потому что вы знаете, что они способны на большее. И когда вы будете так себя вести, люди скажут, «Этот парень старается, он говорит правду, потому что хочет видеть меня на более высоком уровне». Когда вы последний раз признавали, что были неправы? Для меня это одна из сложнейших штук. Особенно в кругу важных для меня людей. Моих близких друзей, в моей компании, моей жены. Я неправ очень редко, но когда это так, я стараюсь признать, что она была права, а я нет. И, вероятно, лучше последовать ее идее. Друзья, это нормально признавать свои ошибки. Далее, я не знаю, должен признать, это заняло годы практики, чтобы чувствовать себя комфортно. Потому что это выводило меня из себя. Я должен был знать все, а если нет, я вел себя так, будто я знаю. Потому что я думал, если люди смотрят на меня, то они предполагают, что я знаю все. Я должен сказать им, что делать, даже когда я понятия об этом не имел. Но затем я начал понимать, я смотрел на других лидеров, они открыты и честны. Порой у них нет идей, поэтому нужно окружать себя умными людьми. И это нормально сказать, я не знаю, и попросить других людей о помощи. И это следующее. Мне нужна помощь. Я сам на стороне индивидуальности и самостоятельности. Но иногда вам нужна помощь. И нормально попросить об этом. Это могут быть деньги, может вам нужна психологическая поддержка, чтобы справиться с эмоциональной нестабильностью. Я не знаю, господа, в чем вам нужна помощь, но имейте смелость попросить об этом. Менее мужественным от этого вы не станете. Чем я могу помочь? Это вы спрашиваете разрешения, вы признаете, что они главные. И вы здесь в качестве поддержки. Я обнаружил, что это очень важно, особенно когда мы работаем с женой. Порой уже все на месте, она все подготовила. И мне остается присоединиться и делать то, что я считаю полезным. Но порой оказывалось, что помощь ей нужна в другом. И говоря это, я обнаружил, что показываю ей. Эй, я здесь, чтобы помочь тебе, направь меня в нужном направлении. Следующее, что мужчины должны говорить чаще, я здесь ради тебя. Что отличается от того, чтобы сказать, я пришел, и отступить. Вы поймете, что человеку, может, и не нужна была ваша помощь. Но вы даете ему знать, если вы им понадобитесь. Если они вам позвонят, вы им поможете. Далее, я готов слушать. И вы слушаете, и молчите. Мы так часто хотим учить человека, давать ему советы, рекомендации, что они должны делать. Это не слушание. Слушать, значит, открыть уши, закрыть рот и дать человеку высказаться. Зачастую людям не нужен ваш совет. Им нужен хороший слушатель. Им нужен тот, кому можно выговориться. Кому они могут упасть в грудь, когда они злы, расстроены. И просто нужен тот, кто примет то, что они скажут, и все. Следующее, что мужчины должны говорить чаще, извините. У меня есть друг, он с братом даже не разговаривает, потому что он слишком горд, чтобы сказать, извини. И это сводит меня с ума, ведь у нас не так много времени. Друзья, если вы даже не можете вспомнить, из-за чего вы поругались, кто виноват, будьте авторитетом. Просто позвоните и скажите, что вам жаль. Следующие три слова, возможно, самые важные, которые мужчина должен говорить. Я люблю тебя. Вот в чем дело, никто не может читать ваши мысли. Если вы не говорите людям, что вы их любите, вы должны предполагать, что они этого не знают. А что, если они уйдут на тот свет или вы? У вас не должно быть вопросов, знали они это или нет. Каждого, кого я люблю, я говорю об этом при каждом нашем разговоре по телефону. Я знаю, друзья, между мужчинами это может быть странно, но позвольте человеку, которого вы любите, знать об этом. Будь это ваш отец, брат, тренер, который изменил вашу жизнь. Дайте ему знать, что вы его любите. Вы переживаете за него так сильно, что не знаете, как это выразить. Следующие три. Пожалуйста, спасибо и не стоит благодарности. Если вы будете говорить эти три слова чаще, друзья, вы будете аномалией в сегодняшнем мире. Как часто в компании вы знаете некоторых людей, но не знаете остальных. Вот что нужно сказать. Привет, мы не знакомы, меня зовут... Друзья, это простое приветствие, но в наши дни это выглядит как потерянное искусство. Убедитесь, что вы представились, когда вы в окружении людей. Далее, черт возьми, да или нет. Почему я объединил их? Зачастую мы соглашаемся на те вещи, которые нам не очень интересны. У нас есть выбор, но мы хотим быть хорошими и вежливыми. И нам не хватает смелости сказать нет. Вам нужно сделать нет ответом по умолчанию. Я не говорю, что вы не должны говорить да, но когда вы это делаете, это должно быть... Черт возьми, да! Я хочу сделать это! Ведь если вы говорите да тем вещам, которые вам не очень интересны, можно упустить по-настоящему удачный случай. Следующее, что парни должны говорить чаще, не переживай, я уже оплатил счет. Следующее, я понимаю и уважаю твою точку зрения, но мое мнение такое. Совершенно обычно не соглашаться с людьми. Но зачастую проблемы возникают, когда человек, с которым вы не согласны, чувствует себя ущемленным, что вы даже не уважаете, не слушаете или не понимаете его мнение. Поэтому вы должны ясно сказать. Я слышу тебя, понимаю и уважаю твое мнение с твоей точки зрения. То, как ты видишь мир. Но мое мнение другое. Следующие две фразы. Присаживайтесь на мое место. Подожди, я открою дверь. И, друзья, речь не о подчинении женщинам, а об отношении к человеку с уважением. Будь это человек с тростью, беременная женщина. Я уступлю место, если у человека будут заняты руки, мне не важно, какого он пола. Я просто открою дверь, чтобы ему было легче. Следующее немного отличается тем, что это нужно говорить не только другим людям, но и себе. И это, я прощаю тебя. Я знаю, есть люди, на которых вы держите обиду, вы расстроены. Знаете что? Просто отпустите. Особенно, если это человек вы. Зачастую мы держим в голове очень высокие идеалы. Мы пытаемся им следовать, или мы совершили ошибки и продолжаем винить себя. Друзья, все хорошо, просто скажите, я прощаю тебя. Друзья, если вам понравилось это видео, вам понравится и это. Ошибки языка тела. Я рассказываю о том, что вам следует избегать, когда дело касается языка тела. И если вы хотите еще, посмотрите видео о жестах руками. Я рассказал о 10 жестах руками, о которых должен знать каждый парень. Продолжение следует...